сам по себе кирсановский сахарный завод кристалл ведет свою историю с 1961 года как и водилось в союзе вокруг завода вырос поселок жилые дома школа детский сад дом культуры кстати все это в тамбовской области кирсановском районе основная продукция как это и принято у сахарных заводов сахар сахарный песок в 90-е годы завод входит в группу компании асб и начинается новая история завода в 2001 году завод мог перерабатывать четыре с половиной тысячи тонн сахарной свеклы в сутки и к этому времени из отходов научились производить гранулированный жом в это же время потребовался новый подход к формированию сырьевой базы и заводу пришлось научиться выращивать свеклу самостоятельно а что теперь нынешнее руководство затеяло реконструкцию и расширение производства по планам руководства завод должен выйти на переработку 20 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки то есть увеличить производительность в пять раз в 2014 году проработали инвестиционный план в ценах тех времен объем инвестиций ожидался на уровне 15 миллиардов рублей но связи с изменением курса рубля и необходимостью закупать дополнительное оборудование объем инвестиций вырос чтобы обеспечить непрерывный процесс переработки такого огромного объема сахарной свеклы требуется не только современное оборудование непосредственно на производстве требуется проработать еще и уйму вопросов обеспечить наличие дорог для грузовиков подвозящих свеклу и увозящих готовую продукцию проходные и весовые площади для парковки ожидающих грузовиков площади для хранения резервного сырья площади для хранения готовой продукции лаборатории для анализа как сырья так и конечного продукта да что там говорить сахарное производство требует много электроэнергии и пара. Так что придется строить даже собственную ТЭЦ. Кстати, уже вторую. Первая уже не справляется. Также существенно придется увеличить и пассивные площади. Сырье-то потребуется в 5 раз больше. А чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятия, площади хранения смогут принять до 335 тысяч тонн сахарной свеклы на временное хранение и до 240 тысяч тонн готового сахара перед отгрузкой. Вы только представьте масштаб этих чисел. Это не уголь, это свекла. Естественно, такой рост предприятия приведет к открытию новых рабочих мест. Но не только на самом заводе создадутся места. На полях, выращивающих свеклу, тоже появится потребность в рабочих руках. Выход нового производства на полную мощность запланирован на 2021 год. И пока что строительство идет четко по плану, даже несмотря на пандемию. И это будет крупнейший сахарный завод в России и один из крупнейших сахарных заводов Европы и Азии. Подписывайтесь на канал и заходите на наш сайт. Там много различной информации о происходящих событиях в мире. До новых встреч!